К 37 годам у Мехмета Гюнсюра было более двух десятков сыгранных ролей и заслуженная популярность у турецких зрителей. Но мировую известность ему принесла роль Шихзаде Мустафы, старшего сына и наследника султана Сулеймана в исторической драме «Великолепный век». У Мехмета появились поклонники более чем в 50 странах мира. Сегодня мы расскажем о том, как живет турецкий актер Мехмет Гюнсюр, в каких фильмах снимался, на ком он женат и есть ли у него дети. Но прежде чем мы начнем, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. У Мехмета татарские корни, семьи его родителей были из крымских татар, в свое время эмигрировавших в Турцию. Он родился в 1975 году в Стамбуле и был вторым ребенком в семье после сестры Зенеб. Мама Мехмета, Сибель, преподавала математику, отец, Тиаман Гюнсюр, много лет занимался квантовой физикой. Родители видели своих детей в таких же серьезных профессиях, но и Мехмет и Зенеб посвятили своей жизни творчеству. Сын стал актером, дочь – балериной и хореографом. Будущий актер окончил частный итальянский лицей в Стамбуле, а затем поступил на факультет журналистики в Университет Мармора. Но еще в семилетнем возрасте, благодаря привлекательной внешности, мальчик начал сниматься в рекламе. Он подрабатывал моделью и в студенчестве, Дели – это занятие с увлечениями спортом и музыкой. Успехи в теннисе и лыжном спорте у парня были впечатляющими, так что он подумывал о профессиональной карьере. Но судьба неустанно направляла Мехмета к актерской профессии. Первое появление Мехмета на экране состоялось в 1989-м, в сериале «Мимоза расцвела весной». Ему было 14 лет. В следующем проекте «Турецкая баня» совместного производства Италии и Турции, Гюнсюр снялся только через 8 лет и сразу заявил о себе как о перспективном молодом актере. Новые роли не заставили себя ждать, и в течение пяти лет Мехмед много снимался. Он запомнился зрителям в драматических фильмах «Теперь он солдат и расскажи, Стамбул». В мелодраматическом сериале «Принцесса хлопковых полей» и в драме «Любовь любит случайности». С начала 2000-х Гюнсюр работал на съемочных площадках Италии, где сыграл в сериале «Дон Матеа» и фильмах «Итальянец», «Библейские сказания», «Иуда», «Друзья Иисуса», «Фома» и «Добрый папа». В 2011-м настал звездный час Мехмеда Гюнсюра, ему предложили роль в «Великолепном веке» масштабном историческом телепроекте. Гюнсюр сыграл Шахзаде Мустафу, старшего сына Сулеймана Великолепного и любимца народа. Актер блестяще справился с задачей, несмотря на выматывающий съемочный график и сложный психологический рисунок роли персонажа, чья жизнь заканчивается предательством и гибелью. После «Великолепного века» Мехмед успешно продолжил актерскую карьеру. В 2014 году актер сыграл музыканта Тарика в фильме «Шипни. Если забуду», в 2017-м появился сразу в трех проектах – итало-турецкой драме «Красный Стамбул», мелодраматической теленовелия «Фи», «Чи-Пи» и драме «Повелитель чаек». Гюнсюр давно занимается благотворительностью и активно откликается на общественные события, посвященные таким проблемам, как права женщин в Турции или невозможность многим детям получить начальное образование. Сейчас 46-летний турецкий актер находится в прекрасной профессиональной и физической форме и на пике актерской карьеры. Уже 15 лет актер счастливо женат на итальянке Катериньо Моджио. Супруги воспитывают троих детей – старших сына Али и дочь Маю, и девятилетнюю Хлою. С Катериной Мехмет познакомился в маленьком итальянском городке Лечо, где у него были друзья. По словам Мехмета, у них возникла химия с первых минут знакомства, а уже через полчаса он понял, что влюбился. И ни разница в возрасте, Катерина на 6 лет старше Мехмета, ни разные национальности и вероисповедания не стали преградой их чувствам. Через пять лет после первой встречи молодые люди поженились. Катерина Моджио училась в Калифорнийском университете, она режиссер документального кино и писатель. В 2018 году Моджио стала одним из авторов интернет-проекта, мини-сериала «Конога», в котором сняла своего мужа в главной роли. Мехмет очень привязан к семье и ревниво оберегает ее приватность. На своей страничке в Инстаграме актер нечасто выкладывает семейные фото, призывая поклонников сосредоточиться на его актерских проектах. Говоря об отношениях с женой, Мехмет заявляет, что они – родственные души, понимают друг друга с полуслова, и единственное, о чем оба сожалеют, что не встретились в этой жизни раньше. Актер вместе с семьей давно проживает в Риме. Как только старший сын пошел в школу, Гюнсер перевез семью в столицу Италии. Фактически Мехмет работает на две страны. Играет в кино как в Турции, так и в Италии, регулярно снимается в рекламе и появляется на обложках глянцевых журналов обеих стран. Несколько лет назад актер инвестировал средства в недвижимость в сельской местности на юге Италии. Он приобрел для семьи участок с садом и реконструировал двухэтажный дом, куда с удовольствием приезжают отдохнуть все домочадцы актера. Гюнсер играет и в новых проектах. В 2019 году стриминговая платформа Netflix выпустила первый сезон мистического сериала «Дар», где Мехмет блестяще исполнил главную роль. Проект получил хороший отклик у зрителей и был продлен. Третий и последний сезон вышел в июне 2021 года. Гюнсер занят во втором сезоне итальянского сериала «Музыканты» в роли Тиомана Кая, приехавшего в Италию строить карьеру. Он также снимается в новом проекте ведущего телеканала Италии Раи, Лео и другие дети. В середине лета 2021 папарацци поймали семью Гюнсюра на отдыхе в Мармарисе на побережье Эгейского моря. Актер арендовал красивую яхту на 20 дней после съемок в третьем сезоне «Дара». По словам очевидцев, наблюдавших за яхтой, Мехмет великолепно плавает и эффектно ныряет прямо с палубы. Он много плавал с детьми и пилотировал с ними дрон, записывая пейзажные видеоролики. Интересные факты о Гюнсюре. Владеет итальянским и английским языками. Любит готовить и импровизировать в процессе. Любимые фильмы «Бойцовский клуб» и «Бегущий по лезвию», а книга «Песочный человек» Нила Геймана. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Делитесь им с друзьями. До новых встреч!